Орск.ру В Орском СИЗО скончался сотрудник полиции. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, но доказать ничего не успели. Причина – сердечная недостаточность якобы. Но у него давление было 190. Дело рук человеческих. Не все пожары одинаково стихийные. Неужели в Орске появились себя поджигатели? Есть такое мнение мое, что это поджог не со стороны. Отдыхать стоит безопасно. Местные специалисты предупреждают. Желание проигнорировать правила может стоить здоровья, а то и жизни. Начнем выпуск со сводки происшествий. Их сегодня оказалось на редкость много. На перекрестке улиц Суворова и Кутузова произошло серьезное ДТП. Столкнулись КАМАЗ и ВАЗ-21099. Как утверждают очевидцы, 99-я двигалась по Кутузово и не уступила дорогу большегрузной машине, выезжающей на перекресток с улицы Суворова. Удар был такой силы, что автомобили снесли два дерева. ВАЗ перевернулся, слетел с дороги и разбился в дребезге. Водителя 99-й, по словам свидетелей, ДТП вытащили в ужасном состоянии. Скорая увезла пострадавшего в больницу, а пожарные залили вытекшие из автомобиля горючей пеной, устранив опасность взрыва. Как нам стало известно позже, водитель легковушки сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Примерно в это же время еще одна авария произошла на проспекте Мира. Здесь лоб в лоб столкнулись Опель и 14-я. Каким образом Лада оказалась на встречке, неизвестно. По словам очевидцев, еще одним участником ДТП является белый Ситроен. Все обстоятельства произошедшего выясняются. В аварии никто не пострадал. Чуть позже на въезде в поселок ОЗТП «Москвич-2141» вылетел на трамвайные пути, попутно разгромив все ограждения. Автомобиль получил механические повреждения. В его салоне находилась семья – мужчина, женщина и маленький ребенок на заднем сидении. По словам очевидцев, родители находились в алкогольном опьянении. Мать даже не смогла вспомнить, сколько лет ее чаду. От госпитализации пострадавшие отказались. Накануне вечером произошел другой случай, в котором никто не пострадал. На стоянке в районе улицы Строителей при произведении земляных работ эскаватор провалился в только что вырытую яму. Какой организации принадлежит техника, пока не ясно. В Орском СИЗО скончался сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Сообщение об этом инциденте сегодня в 8 утра поступило в Следственный комитет области. Известно, что правоохранителю вменяли незаконное применение насилия в отношении жительницы Ясного. По неофициальной пока версии, у оказавшегося под стражей полицейского не выдержало сердце. По данному факту выехала следственная группа для выяснения всех обстоятельств. В ходе производства осмотра места происшествия трупа телесных повреждений на трупе обнаружено не было. Для установления причины смерти труп был направлен на судебно-медицинское исследование. В последствии причины будут установлены смерти. Было также установлено в ходе проведенной проверки, что обвиняемый содержался в одиночной камере. До данного случая жалоб на состояние здоровья он к сотрудникам изолятора не предъявлял, то есть не обращался с жалобами. В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия. В то время, пока следственные органы выясняют причины, родственники погибшего дали свою оценку произошедшему. В частности, у матери подлицейского свое видение обстоятельств смерти сына. У него еще оказалось давление. Из-за этой нервной обстановки повысилось давление. Вот он был на справке. У них там больничного нет. На справке он был. Он лечился. И потом его прервали лечение, забрали, посадили в СИЗО. Прокуратура настояла, чтобы не давила на потерпевшую. Нужно было закрыть срочно его в СИЗО, как опасного преступника больной. А причина – сердечная недостаточность, якобы. Но у него давление было 190. А в СИЗО? Ну вот как я знаю, что в СИЗО он в наручках лежал под капельницей, потому что у него было высокое давление. Вот снимали давление. Но я не знаю, кто это оказал. Скорая или еще кто. Ну, наверное, скоро кого еще пустят туда, да? Там свои медики. Да, наверное, свои медики есть, да. Вот это мне только известно. Да, да, его закрыли, да. Вот в таком состоянии его закрыли. Был особо опасен. Нельзя было отсрочку дать. Тут детей на улице пешухов забивают, и дети несовершеннолетние дают отсрочку. А здесь вот пальцем не тронул, и вот так вот получилось, что сразу закрыли, чтобы не давил на потерпевшую. В Орске участили случаи возгорания на открытой территории. Только за май у нас зафиксировано 79 таких происшествий. Последний случай пришелся на 22 мая. Горела степь в северном микрорайоне. Причины подобных случаев различные, отмечают пожарные. От неосторожного обращения с огнем до намеренных поджогов. В связи с этим огнеборцы напоминают, что за разведение несанкционированных костров горожане могут быть оштрафованы на сумму от одной до полутора тысяч рублей. Если от неосторожных действий пострадают третьи лица, заплатить придется до пяти тысяч. Ну и добавлю, что 29 мая – это следующий вторник. Нашу редакцию посетит специальный гость – сотрудник пожарной службы. Ему мы зададим самые актуальные вопросы по этой теме. Если у вас есть что спросить, звоните на телефон горячей линии 34 0102. И в продолжении горячей темы. В Орске за последнее время пожары случаются не только в степи, но и в магазинах. В поселке Новоказачий несколько раз горела одна и та же торговая точка. С обратной стороны, кстати, находится 13-я школа. По словам хозяев, этот поджог – дело рук их конкурентов. Лол Самадова выехала на место. Предметом спора являются эти два овощехранилища. Сейчас они арестованы и опечатаны до окончания судебных разбирательств. По словам замдиректора совхоза, которому и принадлежит магазин, дележка этих помещений началась еще в 2009-м. С тех пор машину руководителя закидывали камнями, поджигали несколько раз. Об этом мы уже рассказывали. И вот добрались до торговой точки. Наши корреспонденты выслушали версию собственников и не забыли поговорить с местными жителями. Картина получилась очень странной, противоречивой и в некоторой степени даже забавной. У поджигателей, которые поджигают здание магазина, здание школы, дестабилизируют обстановку в поселке для того, чтобы одни боялись работать и приходить на рабочее место, а другие боялись приходить в магазин и покупать продукты. Я ни с кем не связываюсь. Мы бы дом сняли, показали какой дом у нас и какие трещины. Мнение мое, что это поджог не со стороны. Вот то, что говорит продавец, что там мужчина стоял очень долго. Я была здесь, в кабинете никого там не было. Вот кочегарка, за кочегаркой стояла, просто я тоже людей хорошо знаю здесь. За кочегаркой там никого в течение этих двух часов не было. Порс готовится к пляжному сезону. До его открытия осталось ровно неделя. Поэтому в эти дни ведется проверка самых излюбленных мест купания. На некоторых водоемах генеральная уборка уже проведена. Где-то она в самом разгаре, а некоторые места отдыха рискуют попасть в черный список спасателей. Купаться там будет категорически запрещено. Орские пляжи проинспектировала и Ирина Самокутяева. На берегу так называемый улов водолаза. Весь мусор, что копился на дне озера, вынуждены доставать оттуда люди в гидрокостюмах. Находки самые разные. В основном это острые булыжники, ветошь, пластик и битое стекло. Да, конечно, это будут порезы ног, то есть камни. А в камне тоже можно получить травму. То есть, ну, по-любому, после переначального купального сезона обязательно надо расследовать нам. Подобным образом силами спасателей уже проведена очистка двух водоемов. Озеро Песчаново и реки Урал в районе детского пляжа. Эти два места станут основными пунктами общественного купания. Остальные гарантии безопасности дать не могут. Мы не рекомендуем производить купание в местах национированных, где не почищено дно, не проверено соответствующими службами и все остальное, потому что можно получить какие-то травмы. Потому что никто не застрахован от того, что там находится на дне этого водоема. Будут выставляться таблички в местах таких, где в основном происходит купание людей. Это и на Ари, и на реке Урал. Будут выставляться таблички, что купание запрещено. Пока спасатели обследуют воду, на берегу чистят песок. Правда, буквально на неделе сюда привезут новую его порцию для открытия пляжного сезона. А пока десант-уборщиц собирает здесь десятки килограммов мусора. Безобразие то, что оставляют после себя люди. К сожалению, никто не хочет за собой убирать. Пляж муниципальный. Каких-то особых возможностей. То есть убираем его каждый день. Но в течение дня нет возможности ходить и постоянно убирать. Очень прошу всех, убирайте за собой, потому что вы приходите к этому. И к концу дня уже даже неприятно. Такие подготовительные работы нисколько не мешают отдыху людей. Несмотря на то, что официальный старт пляжному сезону еще не дан, Корским водоемом уже направился поток отдыхающих. Достаточно теплая вода и палящее солнце привели на пляж уже десятки отдыхающих. Правда, пока ведутся подготовительные работы к купальному сезону, Собственная безопасность людей волнует мало. Главный аргумент для всех – получить свою порцию летнего отдыха. Не только позагорать, но и искупаться норовит большинство посетителей пляжа. Здесь, похоже, никого не смущает тот факт, что вода в озере до конца еще не прошла всех проверок. А работы по улучшению санитарного состояния зоны отдыха только ведутся. Захотелось отдохнуть немножко, начать позагорать. Вчера тоже приходил. Вроде нормально. Хоть вчера еще дно очищали. Может быть, где-то еще есть осколочки какие-нибудь. Может, небезопасно. Но тут недалеко, можно нормально уже купаться. Впрочем, говорят специалисты, купание на санкционированных пляжах куда более безобидное, чем на диких. Там не обследовано дно, нет спасателей и нет запрещающих табличек. Правда, ими в самое ближайшее время будут оборудованы все опасные водоемы, чтобы хоть как-то остановить горе купальщиков. Ирина Самкусяева, Виталий Сидоров, служба информации ТРК «Эвразия». Понять арчан, досрочно открывших пляжный сезон, можно. Ведь погода на улице установилась вполне летняя и обещает такой остаться. Хотя бы на ближайшее время. По крайней мере, в этом нас заверили синоптики. По прогнозу, завтра в Орске будет ясно. Без осадков днем плюс 32, к вечеру столбик термометра немного опустится до 25 градусов. Направление ветра в течение суток будет меняться от южного до северного. Его скорость составит 3-4 метра в секунду. Прогноз погоды в нашей программе выходит при поддержке сети магазинов мужской одежды «Пеплос». Именно так вас встретят на выпускном. Костюмы «Пеплос» созданы для твоего выпускного. До 15 июня акция «Длиннее чек, больше скидок». Небольшая реклама впереди и после нее смотрите. О впечатлениях генерального директора Южного Урала. Олег Пивунов вернулся с чемпионата мира по хоккею. Атмосфера вообще классная. О том, как школьники прошли практику на границе, а журналистам дали примерить походное обмундирование. Ужас какой-то. Ну, тяжелая штука. Юный шашист стал вице-чемпионом Европы. Повергнуть 150 соперников ему было непросто, но все получилось. Ну, соперники традиционно сильные были. Откройте летний сезон с велоцентром «Лимпопо». Самый большой ассортимент велосипедов и самые низкие цены в городе Орск. ТЗБ «Велоцентр Лимпопо». С 1 мая в магазинах «Хозяйственный рай» при покупке товаров от 500 рублей вы становитесь участником лотереи. «Хозяйственный рай» удачу не упускай. Заходи на окувью.ру, заполняй форму, распечатывай сертификат, и ты получишь бесплатную пару линз в салонах «Оптика-люкс» по адресам строителей 18 и подсаева 13. Школьникам наглядно показали, как охраняется граница России. Для новотроицких старшеклассников и кадетов 88-й Орской школы провели экскурсию на международном автомобильном пункте пропуска и накормили ухой. Своими впечатлениями об уроке мужества школьники поделились с Антониной Сатаровой. Экскурсия началась с рассказа о порядке проезда автомобилей через пункт пропуска. Школьникам показали, как производится осмотр транспорта и документов. Пограничники доходчиво объяснили работу оборудования, которое используется для проверки подлинности паспортов всех стран мира. Если ребенок тоже, он же должен откуда-то это знание получить. Я, конечно, понимаю, что есть интернет, там еще, когда ты видишь это наглядно, когда люди затрачивают на тебя время, показывают. Это намного интереснее, чем просто посмотреть какую-то ссылку или прочитать что-нибудь в интернете. Для учеников они должны осознавать серьезность этой профессии. Вот мы 9 класс, и нам, ну как бы, это и профориентация, меня заинтересовала эта профессия. После ребят познакомились с четвероногим охранником границы. Школьникам показали, как происходит поиск наркотических веществ. Одному из кадетов доверили спрятать маршрутной газели заменитель героина. Не прошло нескольких минут, как служебная собака обнаружила запрещенное вещество. Пограничный лабрадор вызвал большое восхищение школьников. Любому школьнику интересна кинологическая служба, как собаки работают, в принципе, как они ищут. Потому что все думают, что собаку, как говорится, колют наркотиками. Первый вопрос, колют или не колют. Собаку наркотиками не колют. Не менее интересной была и поездка к упрощенному пункту пропуска через российско-казахстанскую границу между двумя мостами недалеко от поселка Кызылсай. На этом, впрочем, экскурсия не закончилась. На реке возле поселка Хабарное для школьников подготовили образцы вооружения и технических средств наблюдения, которые пограничники используют на службе. Обмундирование вызвало большой интерес не только у ребят. Журналисты наравне со школьниками с любопытством примеряли на себя разгрузочные жилеты и прибор ночного виденья. Ужас какой-то. Ну, тяжелая штука. Ну, там тоже это все настраивается. Конкретно под себя каждый водитель настраивает. Буря восхищения аплодисментов вызвала показательное задержание нарушителя. Овчарка Алар продемонстрировала отличное знание команд и преданную дисциплинированность. Подобные экскурсии, по словам пограничников, в современном мире просто необходимы. Это неотъемлемая часть военно-патриотического воспитания детей. Никакие теоретические знания, изучаемые за партами, не сравнятся с практическим ознакомлением. Старая актуальна поговорка лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И для многих ребят эта экскурсия не пройдет бесследно. Мне лично интересно, потому что после школы можно будет поступить в какой-нибудь там военный институт. Антонина Сатарова, Виталий Сидоров, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В преддверии Дня Детства компания «Мегафон» объявляет конкурс «Мега-детство», победители которого получат ценные призы. Чтобы принять в нем участие, достаточно разместить в специальной вкладке на сайте orsk.ru фотографию вашего ребенка со скульптурой «Чудо-дерево», которая находится возле городского ЗАГСа на Ленина 90. Напомню, что скульптуру «Чудо-дерево» жителям нашего города подарила компания «Мегафон» в ноябре 2011. Есть убеждение, что эта уникальная скульптура, выполненная талантливыми мастерами своего дела, исполняет желание. Каждый ребенок, нарисовавший чудо-дерево собственными руками, может также принять участие в конкурсе. Для этого всего лишь нужно принести свой шедевр в офис компании «Мегафон» на проспекте Мира-19. Выбор победителей конкурса «Мега-детство» состоится уже 1 июня 2012 года в Центральном парке культуры и отдыха около главного входа с 12 до 2 часов дня. Мега-город, мега-жизнь и мега-счастье, мега-ранга-туда. 11-летний Арчанин занял второе место на чемпионате Европы по русским шашкам среди юношей и девушек. В белорусском городе Борисов за чемпионские медали боролись более 200 спортсменов из 8 стран мира. Честь нашей страны в составе сборной России защищали два воспитанника Орской «Дюш-1» Александр и Анастасия Сураевы. Орский школьник сходился в турнирах с юношами до 13 лет. Его сестра играла в возрастной группе до 16. Александру удалось обойти почти всех соискателей медалей и завоевать второе место, отдав лавры победителя украинскому шашисту. У соперники традиционно сильные были, а играл я в трех турнирах по блицу, быстром и классике. У всех, наверное, спортсменов есть стремление к победе. Хотел этого очень, уже занимал места более высокие, но в этот раз не получилось более высокие места занять. Но я результатом доволен. Арчане ввели новую традицию на чемпионате мира по хоккею. Руководитель хоккейного клуба «Южный Урал» Олег Пивунов вернулся из поездки, в которой он совместно с несколькими нашими земляками активно поддерживал российских спортсменов. В разговоре с нашими корреспондентами гендиректор «Южного Урала» пошутил, что благодаря нашим болельщикам теперь вместо спортивных атрибутов на поле будут выкидывать ушанки. Что-то вроде новой традиции. Все болельщики, все иностранные болельщики, все как одна семья. Перед стадионом никакого разделения. Ваши, наши. Все обнимаются, фотографируются. Все братья, сестры. Мы праздновали, выходили, кричали. Россия вперед, там есть такие заводилы вообще. Даже если ты не захочешь, тебя там это засасывает. Вот, будем говорить, там Россия, Россия, Малкин, Малкин. На сегодня это все новости. Сразу после нас блок полезной информации. Всего вам доброго, берегите себя. Банк «Экспресс-Волга» продолжает делать свои услуги максимально доступными для всех жителей нашей области. В апреле на улице Советской 62А в Новотроицке открылся новый офис. Теперь каждый житель как Орска, так и Новотроицка сможет воспользоваться полным спектром современных банковских услуг на выгодных условиях и на собственном опыте оценить высокий уровень сервиса, который является визитной карточкой банка «Экспресс-Волга». На этом «Экспресс-Волга» не останавливается. По многочисленным просьбам жителей города Орска и Новотроицка «Экспресс-Волга-банк» продлил режим работы своих офисов в будние дни с 8 утра до 8 часов вечера, в субботу с 8.00 до 18 часов, сделав рабочим днем и воскресенье с 9 до 16 часов. Теперь, чтобы взять кредит, оформить вклад или просто заплатить за коммунальные услуги, клиентам «Экспресс-Волга-банка» не придется опаздывать или пораньше отпрашиваться с работы. Необходимости откладывать важные дела теперь тоже не будет. В банке «Экспресс-Волга» мы предлагаем удобный кредит на образование с льготной процентной ставкой. Как и другие кредиты банка, получить его можно просто и быстро, всего за 2 часа, без справок о доходах и без поручителей, и без лишних бюрократических проволочек. Оформить заявку можно в отделении банка в городе Орске по проспекту Ленина 28 или в городе Новотроицке улице Советская 62, или по круглосуточному телефону в городе Орске 25 11 11, или в городе Новотроицке 603 603. Примечательно, что образовательный кредит банка «Экспресс-Волга» можно направить не только на получение высшего образования, но и для оплаты курсов, повышения квалификации или даже обучения в автошколе. Деньги банк выдает на любой вид образования. Брал кредит себе на обучение, обращался до этого во многие банки, так как у меня официальная зарплата не очень высокая, мне везде отказывали, а обратился в банк «Экспресс-Волга», мне помогли и как бы предоставили кредит. Как правило, основным препятствием получения кредита является невысокая официальная зарплата. Делая свои кредиты доступнее, банк «Экспресс-Волга» учитывает как официальные, так и другие доходы клиента. Это дает дополнительные возможности для получения любого займа. Мы постарались сделать получение данного кредита максимально простым и доступным. При расчетах мы учитываем абсолютно все доходы клиента, в том числе дополнительный заработок, а также совокупный доход семьи. Это позволяет получить кредит в большую сумму денег. Что ж, достойное образование сегодня не миф, а реальность. Ведь деньги на обучение банк «Экспресс-Волга» выдает быстро, без лишней бюрократии и по льготной процентной ставке. К тому же без справок о доходах и без поручителей. Узнать дополнительную информацию и оформить заявки на кредит можно в отделении ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» в городе Орске по адресу проспект Ленина 28, проспект Мира 28 или в городе Новотроицке по адресу улица Советская 62А или по круглосуточному телефону в городе Орске 25 11 11, в городе Новотроицке 603 603. Субтитры создавал DimaTorzok